подписывать вот эти липовые козла там нет ни подписи там действительно ее нет кто хочет пусть подписывает если декабря месяц у меня есть подозрение кто подписан то я скорее всего бы подскажите такой вопрос защитнику вы тоже говорили о том что я сказал что если суд будет честным то есть ну как положено фемидес слепа и факты доказательства будет операция о том что это не соответствует вашим показания конечно она знала очень хороший арбитражник чувствительными на лица она понимаешь такого не бывает в природе и зачем мы подписываем документ который природе не бывает такой ну и надо мы подписывали да я его говорил что вот так как и так на период следствия что она подписывает все что подписывали галя такой еще вопрос вот при так скажем подписание этого документа составления до каких-либо заявлений на намечения не делали да нет еще правоохранительные органы вы какие-либо по данному факту в этот промежуток времени обращались с изложными достойно объяснили то есть когда ереме его и сурнакова написали жалобы прокуратуру республики коказе неправомерных действий правоохранительных органов который устраивал непосредственно марков прокуратура марка уже эти документы на проверку их ну то есть обоснованности и отправил то есть тот тот утворил беспредел мне лично перед возбуждением уголовного доступа я тебе докажу что как кассика не россия я не сказал вопрос доказать вот он и доказал то есть тот беспредел который творил отношения меня и еремеревой сурнаковой молчанова но скорее всего мальцев там тоже часто вам не буду говорить за молчанова мальцева но за я мериваю сурнакова точно знаю что не писали заявление и прокуратура им же отправила заявление маркл потворил беспредел на проверку но это вот как то вот так смысл писать пишешь прокуратуру и они тут же летят следует а следователи через компетентные органы передают что не надо заявление писать они все равно у нас в этом есть смысл скажем дайте мне показания при подписании данных показаний еще раз вот и вы говорите вам принесли да вот это да подписывать вы имели возможно нет конечно почему потому что им надо было чтобы было подписано именно то что они принесли да не вопрос подписал ну то есть это вы согласились их мнение нет я просто их подписал просто их подписали что не стали возражать ничего не смысл если я пытался прошу пытался поговорить ну понимаете что это бред я им объяснял это бред такого не бывает нам надо чтобы было я понимаю что не начать или кто-то чтобы было подписано вот именно в этом виде я им подписал а вот а 27 там вы увидите что на каждой странице расписывался частотинами и вот там где расписывался частотинами и близки куда-то ушли а 27 числа вопрос ну то есть фактически возможно было не было почему потому что алексеев как сидела рядом со мной на сижу 2 на втором корпус если бы я стал там возражать вижу из этих соображений сделали то что у нас не все предельно ясно было звучит да я заходим но он сказал что разберется сначала просто сейчас на вопросы государственного обвинителя обращались ли вы куда-то пояснили что нет смысла вот мы приобщили на предыдущем заседании ваше заявление верховный суд республики хакасия где вы указываете на то те незаконные действия которые в отношении вас имели место скажите пожалуйста после этого заявления в верховный суд какая-то вообще проверка проводилась вас кто-то опрашивал по подробностям оказания вот этого давления на вас нет ничего не проводил а возвращаясь к вопросу вот и почему гособвинителю то объяснили что вы никуда не обращались если вы открыто с заявлением с этим обратились в ходе судебного разбирательства даже если ты обратился к прокуратуру но сейчас напишут заявление согласно 125 и что-то отправлю в суд и там прокурором дальше никуда на не ведет все нормально все согласно сансов будет дежурная отписка скажите пожалуйста вот когда вы беседовали с оперативниками со следователем относительно того что необходимо дать нужное следствие показаний вам объясняли для чего нужны показания против смольникова василия васильевича ну да в общих чертах что форму он своровал 160 миллионов сейчас скрывается за границей вот он приедет сюда согласно причине статей 291 он даст против тебя показания и ты будешь сидеть и он будет себя хорошо чувствовать но уже надо найти деньги чтобы люди заплатить то что он своровал то есть я здесь причем тут судей же скажет принять должностное лицо мы тебе сделаем государственное соглашение ты скажешь что ты не являлся государственным службе есть пример положение гражданство полица устав там и все есть все пойдешь домой этом страх можете да я вас правильно вам предложили в общем-то подписать эти показания чтобы возбудить дело в отношении смольникова для поисков 160 миллионов да они объяснили для чего это почему нельзя было возбудить это дело в отношении смольникова для чего это нужно и можно время пока не хватает информации скажите пожалуйста но сейчас озвучивались ваши показания я уже обратил внимание сюда и вот протокол вопроса я посчитал вам пять раз задавали вопрос за что вы получали деньги от смольникова вы отвечали по-разному то есть начали вы с того что за выполнение работу как работы которая входила в обязанности его очень нагрузка где устроить последующем после вопроса следователя то есть 200 тысяч рублей или теми деньгами которые должны были получить за закрытие контракта вы стали говорить о закрытии контракта здесь не расшифровали в связи с чем в ходе одного и того же допросы это который с видеокамерой используем вы по-разному отвечали на вопросы за что вы получили деньги ну то есть один и тот же вопрос вам пять раз задавал среду разное что было написано что было написано на бумаге я то и зачитал написали действий раз я зачитал грубо говоря это мостом какие-то запятые были ранее все слова согласно поможет если хотите проверить мою память можете принести вольной мир я 100 страниц лучше на изучение суток ну можно сказать что подписав эти протоколы вы подписали ложные фактические сведения подписал ложные сведения давайте теперь подробно вот из показаний следует что вы сказали что все формы кс-2 вы подписывали ну я так понимаю что не те что вы теряло это ложные показания однозначно то есть вот эти сведения протоколе ложные конечно логу по поводу того что вы закрывали контракты за исполнительную документацию получали деньги это ложное показание конечно это время за ним контракт закрыть может только экономист и директор государственного казенного учреждения даже я по моему кроме директора государственного казенного учреждения никто не может и даже экономист скорее всего а может быть даже двоих более скажите пожалуйста о том что исполнительную документацию должен был оформлять генеральный подрядчик эта информация ложная или правдива какую исполнительную документацию уточнить вопрос следователя криминалистка габачева кто должен был выполнять данную работу по изготовлению исполнительную документацию а черногорская делом сначала читают вопрос следователя криминалистка габачева ваши должностные обязанности входило то работу которую за которую вы получили деньги от смоникова ответ нет мои должностные обязанности не входило исполнить исполнение исполнительной документации вот в этой части правда и ваши обязанности вообще входило исполнение мои обязанности исполнения исполнительной документации за черногорской отдел строй ну и вообще за суммарной организации не входили в Мои обязанности входило введение и исполнение исполнительной документации, которая изготавливается от УКСА, а не та, которая изготавливается для УКСА. О том, что исполнительную документацию от УКСА, от КС-2, изготавливали вы, сами проверяли и сами подписывали. Это ложь? От УКСА, ну и было выпущено, сколько-то КС-2, но они вообще не связаны с Черногорским отделом строя, потому что от УКСА, по-моему, на фонд мы делали какие-то КС-2. И я расписывался. В графе сдал, а не принял. То есть я их сготовил, я расписался. Скажите, пожалуйста, вот... Дальнейшая судьба мне неизвестна, я не знаю. Там что-то с гарангами, 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 с каким-то... для каких-то протоколов. Протоколи, получается, точнее даже не знаю. Последний, да, когда вы говорите про дом номер 11 и дом номер 22 по улице Маяковского. И там называете номера двух контрактов. Вот откуда вы эти данные взяли, можете вспомнить? И я взял. Это тоже... Почему? Потому что они подгоняли под даты... То есть даты событий после 18 ноября. А там получается два платежа вот этих... Сейчас. Из протокола ДОДЗАСУ следует, что вы называете контракт номер 2015.34 и 2015.35. Ну, из обвинительного заключения один из контрактов показан неверно. Чем-то можете это объяснить? Ну, то есть не тот, что меня целом... Я могу объяснить это просто безграмотностью сотрудников правоохранительных органов. Достаточно проанализировали. Скажите, пожалуйста, теперь такой момент. Вот вы сейчас заявили по актам формы КС-2, по подписанию... Я так понимаю, что вы заявили о фальсификации, да, Этиханова? Которые материал делают абсолютно все. Абсолютно все. Причем, обращая внимание суда, вот так, на которые я обратил внимание, у вас первая... Вот ее не соответствует нумерация. У вас первая страница, это взятая из какого-то акта, ну, действительно, КС-2. Последняя обложка взятая из какого-то акта КС-2, а середина наполнения, это взятая, скорее всего, из локального сметного расчета. А вероятность процентов 90, что из свободного сметного расчета. Скажите, пожалуйста, вообще, акты КС-2, если вы, допустим, участвовали в их оформлении, вы с участием генерального подрядчика, я имею в виду, с представителем генерального подрядчика? Я более того скажу, без представителя генерального подрядчика я даже к актам не прикоснулся. Не прикоснулся. То есть, если вот эти акты оформлялись с вашим участием, то там должна стоять подпись Вазимиллера. Я правильно понимаю? Помимо того, что там должна стоять подпись Вазимиллера, Вазимиллер должен стоять под номер с этими арками, чтобы мы сели с ними разбираться. А если бы он перед вами не стоял? Значит, я их просто даже не прикасал. У меня своей работы было очень много. Да, в честь. Я бы хотел сделать заявление, так как у меня 51-я статья, я не давал никаких показаний. Я думаю, уместно было сделать заявление, для того, чтобы не уйти присутствующих там какой-то был. Значит, чтобы имели понимание и защитники, к которым может быть неизвестна моя позиция. Но я хотел бы после зачитанных показаний Протасова обратить внимание на то, что к деньгам, о которых сегодня ведется речь в его показаниях, отношения никакого не имеют. Деньги, которые якобы я передавал Протасову, на самом деле я давал указание выдать деньги из кассы компании Сибглория, и после подписания документов, расходно-кассового ордера в данном случае, право на деньги переходит от компании ЧОС к компанию Сибглория. Что происходило после этого с деньгами, это отношения между компанией Сибглория и Протасовым лично. Где он забирал деньги, забирал ли он вообще, в какой сумме он забирал. Это уже ни меня, ни компанию Черногорское делостроение должно интересовать. Сейчас мы начинаем разбираться о каких-то последствиях, не названной причиной. Передачи денег не было, а мы сейчас разбираемся в том, за что он получил деньги. Я бы хотел внимания обратить суд на этот факт, и может быть от этого отталкиваться. Если есть момент непонимания, то давайте разбираться с корнями, то есть с головы вопроса, а не с хвоста. За что он эти деньги получил, если он деньги не получал от меня. И во всех показаниях, как я понимаю, что М. Юрий Александрович говорит о том, что ему писали по написанному вам, кроме того, что ему писали, ему еще и задавались наводящие вопросы, где постоянно фигурирует фамилия Смольников. Смольников был учредителем практически, ну, я не знаю, там, ну, контролировал строительство, да. Есть в компании генеральный директор, который единовластным распорядителем, в том числе и денежных средств, относится к денежным средствам, как полноправный распорядитель. А учредитель может только рекомендовать. То есть мы от корня вообще отбились. С учетом того, что мы под защитой выступим. Поскольку у нас закончился рабочее время, где-то на заседании является перерыв, то завтра. Полчаса назад закончилось время, защиту опять... Разрешено. У нас рабочий день за 17 сентября. Когда входите в Черногорский город, посмотрите, пожалуйста. А, все, вы столкнулись. Вы не договорились, ладно. Вы не верите, верите себя, кто за... Вы уже не можете... А когда вопрос окончен... Я так понимаю, что... Нет, нет. У меня нет возможности завтра принять участие. У нас тут по плану. Поэтому прошу... Какие любые защитники у вас подоскались? По назначению... По назначению, что это не... Ирина Александровна... Ирина Александровна... Закончила свою работу с вами? Значит, она закончила. Скажите, пожалуйста, о вам. А на первое июня будет у вас возможность? Первое июня? Да. Так, это четверг, да, следующий? Нет, это не следующий, это четверг. Ага. Нет возражений. Нет возражений. Значит, у нас вопрос продолжится. Что касается распланированного времени на 17 мая, 18 мая, 23 мая, 24 и 30 мая, мы пригласили других свидетелей, которые здесь в списке. Ваша честь, без защитника меня можно допрашивать? Нет, без защитника, без защитника. А защитника по назначению? Любому. Любого другого защитника? Конечно. Ну, поскольку у нас, Юрий Александрович, вы не один свидетель, и другие тоже приглашали, и уже откладывался этот вопрос неоднократно, они приходили в суд, мы говорили, что нет, мы сегодня у нас Юрий Александрович допрашивается. Ну, поскольку бесконечные людей тоже не могут так, но у вас там ничего в любое время. Ну, да, чтобы закончить, я бы не перейти к двумя. Да нет, в принципе, у меня в плане, что я уже в поле сидел. 1 июня в 14 часов мы продолжим. Продолжение следует.